Греция Греция Русская архипелагская губерния. Столицей стала деревушка Ауза в одноименной бухте на севере острова Парос. В планах Екатерины Великой было возродить греческое государство и дать грекам независимость. Но планы изменились и через четыре года императрица поменяла губернию на Крым и Приазовье. Так, по условиям Кучук-Кайнарджийского мирного договора, в 1774 году Россия превратилась в Черноморскую державу. Греки же бросили прощальный взгляд на родные берега и вынуждены были вглядываться теперь на берега чужие. Но чужие ли? В 1774 году, после обмена нескольких десятков островов Эгейского моря, ходивших в так называемую Русскую архипелагскую губернию, к этим берегам потянулись российские корабли с греческими переселенцами на борту. Впрочем, эти греки имели право более чем кто-либо утверждать «Крым наш», ибо они возвращались домой. В ходе великой эллинской колонизации в VII веке до нашей эры в Крыму появляются греческие колонии, позже объединенные в Боспорское царство. В лучшие времена оно занимало значительные территории. Весь Восточный Крым и все восточное побережье Азовского моря и считалось крупным и сильным и весьма богатым. Столица, город Пантикопей, располагалась на горе Митридат в центре нынешней Керчи. Пантикопей был основан раньше Лондона, Берлина и Мадрида и примерно в одно время с Римом. Вот уже на протяжении более 30 лет здесь, на вершине Митридатского холма ведет раскопки профессор Владимир Петрович Толстиков – бессменный руководитель Боспорской археологической экспедиции Пушкинского музея. Профессора я застал, как полагается, на своем рабочем месте. Доброе утро. Доброе утро. Я Алексей. Очень приятно. Владимир Петрович. Удвоим. Это вот находки уже за утро, я так понимаю. Да, вот уже с 7 утра копаем. Одна из главных находок, вот как раз вот это здание, которое было найдено сохранившимся практически полностью и перекрыто было слоем пожарища. Здание стоит на материке, это очень важно. То есть оно было первым здесь построено, вот в этом месте. И материал из слоя пожара, который достигал метр сорок толщиной, показывает, что в нем большое количество находок времени основания опойки на горе Метридат. Датируется последней четверти седьмого столетия до Рождества Христова. Вообще исследование Пантикопея больше двухсот лет. Но регулярные научные раскопки начались в 1945 году. То есть этой экспедиции 77 лет. В общем, чем дольше и глубже археологи здесь копают, тем более детально выстраивается картинка античного прошлого этого города. Вот смотрите, эта кладка внизу, да, она обрамляет скалу. Насколько метров она уходит вниз, мы не знаем пока. Раз. Вот кладку видите, да, мощная, хорошая кладка. А для того, чтобы ее построить, а не зная, что здесь в скале провал, строители отломали от скалы вот такую чудовищную глыбу весом в полторы тонны или две и вложили ее сюда. И на нее поставили как на фундамент. Представляете, какая работа. За годы исследований профессор Толстиков воссоздал по крупицам облик древнего Пантикопея. Создал его 3D-модель, где сегодня мы можем увидеть, как выглядели городские стены, колонны и крыши храмов, покрытые красной черепицей, Акрополь и, наконец, цитадель города Пантикопея, который возвышался на холме и стремился стать вторыми Афинами. До сих пор археологи продолжают находить здесь свидетельства активной торговли боспорской столицы со своей метрополией, Грецией, откуда стремились заказать все самое модное и стильное. Например, чернолаковую посуду, которую нашли и описали буквально у нас на глазах перед тем, как передать руководителю экспедиции. Вот находки, которые в частности делаются на Пантикопее, куда они попадают? С 1992 года все находки абсолютно поступают в Керченский, восточно-крымский историко-культурный заповедник и его музей и лапидарий. И за эти годы сформировалась уникальная коллекция находок из Пантикопея, включая много шедевров и уникальных памятников, которые украшают собрания и так далее. Здесь, в Керченском музее древности, как и в стенах лапидария, я ощутил тот самый дух древности, который ощущал, прикасаясь к античному миру островной Греции. Недаром археологию в шутку называют наукой о битых горшках, хотя именно с этих горшков начиналась и живопись, и вояние, и зодчество, да и вообще все искусство нашей цивилизации. По ним можно учить историю, о чем говорят как полевые археологи, так и хранители музеев. Если сейчас мы откроем наши города замечательные, Пантикопей с ожерельем античных древних городов, некоторые из них нужно только освободить от травы, законсервировать, и на первом этапе эта картина не хуже афинской. И поэтому, конечно, заповедник, экспедиции сейчас идут по пути музификации этих памятников, которые будут цены не только сегодня для ученых-археологов, для историков, причем всего мира, всего, не только Крыма или России, то, безусловно, мы получим приток сюда людей абсолютно разнообразного плана интересов, а не только науки, потому что наука всегда знала Керченский полуостров. Во все времена, даже тогда, когда он был практически закрытым промышленным военным частично центром. Здесь, конечно, конечно, огромный скачок в плане туристического потока произошел после того, как мы вернулись в Россию. Это действительно так. По масштабу археологических работ археология 21 века переплюнула даже 19 век. То есть у нас 19 век, начало 19 века зарождения археологии здесь, на Керченском полуострове. Но даже судя по представленным музеям экспозициям, можно смело предположить, что раскопки античности в Крыму будут, пожалуй, перспективнее, чем в Греции. Ведь там копают давно, а здесь количество древних городищ и поселений просто не поддается учету, причем мирового масштаба. Друзья, дорогие поспаряне, рад вас всех видеть здесь. Здесь результат, собственно, таков, что для выставки, для того, чтобы вам показать какие-то результаты нашей работы, наиболее интересные, наиболее значимые, одного зала, конечно, мало. Я мечтаю о 35-ти. По всех амбиций, ну, 35 лет, 35 лет. К примеру, городище Артезиан, о котором я узнал во время открытия выставки, посвященной 35-летию артезианской археологической экспедиции, где я лично познакомился с ее бессменным руководителем Николаем Игоревичем Винокуровым. Здесь же, в музее, узнав о цели моих крымских изысканий, он пригласил меня посетить его в отчину. В отличие от столичного Пантикопея, Артезиан находился вдали от протоптанных туристических троп, среди выжженной крымской степи. Он входил в систему оборонительных крепостей Боспорского царства на Керченском полуострове, а также служил перевалочным пунктом на пути в Пантикопей. До места проведения раскопок мы добрались лишь под вечер, когда студенты и волонтеры уже разбрелись по своим палаткам, и мы застали уже совершенно обезлюдившие руины Артезиана. Это резко контрастировало с шумным Пантикопеем. Склон крутой, но когда были башни, было посерьезнее. Здесь всего-то подъем на около 5-6 метров максимум, а было 20 и более. Высота стены была 20 метров? Ваш, не меньше. Но это все фундаменты, которые остались от трех ярусов застройки городища. Ранняя цитадель-городище Артезиан существовала в античный период с VI века до нашей эры по IV век нашей эры. Это мощный прямоугольный форт с толстыми и высокими стенами, четкой внутренней планировкой. Цитадель имела правильную прямоугольную форму и площадь в пределах от семи до восьми сотен квадратных метров. Толщина внутренних и внешних стен крепости позволяет вполне обоснованно говорить о наличии нескольких этажей застройки. Это, собственно говоря, алтарь, точнее его основание. К сожалению, сейсмическое воздействие 355-375 года настолько было мощным, что вся квадровая платформа поднялась, сыграла в разные стороны, на ямах ранних просела, развалилась и, видимо, потом было все выбрано, разбито. Но самое интересное в этом алтаре – это сам факт его разрушения завоевателями. Они стремились не только уничтожить врага на поле боя, но и низвергнуть его символы. Ничего вам не напоминает? А здесь находки какие-то были? Да, были три монеты отсюда. И ожидалось, что, собственно, будет монет у нас из ямы, из ранней, что мы оттуда получим дату, которая нам даст начало, по крайней мере, жизни вот этой всей алтарной конструкции. Несколько таких монет я, кажется, видел на выставке в музее, где познакомился с Николаем Игоревичем. Там же среди экспонатов мое внимание привлек римский меч Гладиус и боспорский шлем. Глядя на наши тени, падающие в роскоп, я вдруг живо представил, как в бою сходятся античные воины, как от руки защитника крепости здесь падает поверженный римский легионер. А теперь здесь стоим мы, отбрасывая свои тени на руины канувшего в лету боспорского города-крепости. Это место, которое интересно тем, что здесь находится башня 5, поздней цитадели, и узел сочленения двух стен, южный и восточный. В средневековое время здесь было совершено жертвоприношение остатков животных, разрубленная напополам лошадь, и собака, и небольшое количество мелкого роготовского скота, костей и крупного, хоть жертвоприношение. А кем это было сделано? Это 8-9 век, это салтовский период, мы не знаем кем. То ли аланы, то ли протоболгары, то ли какие-то другие племена, то ли хазары. Нечто подобное нашел в Пантикопее и профессор Толстиков. Тоже жертвоприношение и та же лошадь, разрубленная пополам. Было найдено совершенно уникальное захоронение расчлененной туши коня, здесь же рядом наверху, которое было сделано в слое второй четверти 5-го века до нашей эры. Специалисты считают, что это сфагион, то есть это магическая жертва, целью которой было ослабить силу врага. У кочевников самая главная сила – это конь. Без коня кочевник – ничто. При этом в Артезиане, находящемся почти на границе с миром варваров, все было куда более кровожадным, чего я никак не ожидал от античного города. Оказалось, что здесь практиковались не менее кровавые жертвоприношения, чем у ацтеков города Теначтитлан. Они приносили жертву людей и животных вполне активно. То есть такая практика, ритуальный каннибализм присутствовал, все зафиксировано археологическими методами. И поэтому, когда была какая-то экстраординарная ситуация или просьба, то, в общем, не брезговали людей приносить жертву и детей прежде всего. В общем, профессора, исследующие пантикопеи и артезиан меня изрядно удивили своими находками. Путешествие в наше прошлое, оно меня навело на определенные размышления, что история – это такой процесс цикличный. Мы, к сожалению, умеем повторять ошибки прошлого и мало извлекаем уроков из нашего прошлого. Здесь, в Крыму, история пропитана буквально каждой камень. И здесь приходят в голову различные исторические параллели, которые связывают события 100-летней давности с событиями, которые происходили здесь 2000 лет назад. И здесь отчетливо понимаешь, что история – очень полезный предмет. Он позволяет, зная наше прошлое, разобраться в настоящем и предсказать будущее. За 10 дней своей поездки я посетил несколько объектов без преувеличения мирового наследия. Видел десятки людей, занятых их поиском, открытием, сохранением. Побывал на раскопках и конференциях, где задавал ученым вопрос, а зачем нужно копаться в прошлом? Что дают нам эти кучи древних камней? В чем прикладная польза от знаний истории для обычного человека? Знание истории, хода событий, итогов, даже подчас обстоятельств помогает не только избежать ошибок, а она создает в головах людей правильную картину того, что происходит, начиная с самого-самого древнего периода. Как и почему мы оказались там, где мы сейчас? Настоящий патриотизм должен знать, основываться на реальном знании о собственной и мировой истории, тогда это не будет шовинизм, тогда это будет реалии. Европейская цивилизация базируется на античном фундаменте. Он один из составных пластов, оснований, на котором строится все остальное. Россия является европейской страной, страной европейской культуры. Поэтому не знать, откуда что пришло, не знать хотя бы основы древнегреческой и римской мифологии, истории, это значит не знать основ своего прошлого. Поэтому я думаю, что, конечно же, школьники и студенты, люди, которые не помнят своего родства, называются манкурты или называются «Иваны, не помнящие родства». У человека должен быть стержень определенная. У него должна быть идеология. Без идеологии мы никогда не денемся, не двинемся. Без идеологии у нас и собственной археологии нет. Почему, когда развалился СССР, вдруг появились учебники, где каждый народ начал доказывать шум самый древний, самый автохтонный, что у него там огромные исторические пласты памяти, и к этому археологию начали притягивать, чем-то не спали олиты, понимаете? Зачем это нужно было делать? Только чтобы обосновать, как оттяпать территорию соседа, или отнять от него теряные богатства и недры и все остальное, в моем представлении ценность истории в том, что она не разъединяет, а рода обвиняет, понимаете? Упрощенный взгляд на Крым – это море, солнце, пляжи, скалы. Но если копнуть чуть глубже и посмотреть чуть шире, то окажется, что Крым – это перекресток цивилизаций, мост между Востоком и Западом, и портал между настоящим и прошлым. Столичный Пантикопей и крохотная полянка, степные крепости и порты, некрополи и полисы – все они разные, и говорят с нами о своем, дополняя друг друга, сливаясь в общий хор, превращаясь в своего рода античное кольцо Крыма. А это еще одна грань крымской археологии. И если археологический туризм в принципе появится как часть туристической индустрии, то у Крыма в этом смысле будет очень мало конкурентов. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok